Всем здравствуйте! Это новости Турции. Я живу в Турции, перевожу на русский язык новости, что у нас здесь происходит в стране. Подворку и ресерч новостей я делаю не только из официальных СМИ, а также из социальных сетей. Это та информация, чем на самом деле интересуются жители страны и что здесь у нас внутри происходит. Я не профессиональный журналист, это мой личный блог, поэтому давайте приступим. Давайте немножко о социуме, что у нас здесь происходит. У нас в Хаттайе была очень сильная неделю назад авария. Она унесла больше 20 человек жизни и больше 30 человек пострадавшие, которые находятся в госпитализации, в больнице, в тяжелом и в средней стяжести. Грузовик врезался в стоящий эвакуатор на трассе. Там очень было активное движение. Но это еще произошло возле остановки, где есть заправка, ресторан покушать. То есть я не знаю, как это правильно назвать, но в общем это место остановки и отдыха для приезжающих, для машин и для дальнобойщиков. Авария произошла на скорости и там было в тот момент, у нас уже градусы повышаются, довольно-таки жарко, больше 20 градусов тепла. Это было вечером в районе 5-6 вечера. И тут же просто машины, которые были припаркованы рядом, легковые, от взрыва, от искр. И плюс это еще были пары бензина, зажигательных смесей, потому что это заправка. В общем начались возгорания машин. И они просто начали вспыхивать, полыхать в один момент, несколько машин, больше 6 сразу. Началась вот эта цепная реакция. И просто даже не хватало у людей. То есть это, замечу, что нет рядом воды, это горная местность. И огнетушителей, которые были в машинах и на заправке, их было недостаточно, чтобы все это сразу потушить. И 6 погибших сразу, это просто люди, которые находились на стоянке в своих машинах. В один момент они от столкновения вспламенились, и люди сгорели в своих машинах. Это был просто какой-то апокалипсис в этот момент. Была огромная паника, очень серьезная, скажем так, катастрофа произошла. В той же местности, в Хаттае, были недавно опять землетрясения, несколько дней назад. До 5 баллов опять дошло 4,6, 4,3 в среднем. То есть меньше 4, мы их даже не фиксируем, они есть, мы на них внимания не обращаем. Больше 4, до 5 доходили баллы, 5 баллов это довольно-таки сильно. Хочу отметить, что до землетрясения или после у нас уже есть тенденция, что происходят какие-то природные катаклизмы, какие-то ситуации. И вот до землетрясения 5 баллов, буквально за 12 часов максимум за сутки в той же местности, был огромный ураган, смерч, был торнадо. Такой силы, что тоже пострадали люди. Тут же чуть-чуть подальше был град, и он был реально сгрецкий орех. Очень много повреждений было у машин припаркованных, поля побило, даже посевы, которые взошли. То есть это была очень огромная сила падения. Это представляется, вот такие шарики льда с неба летели, прям реальный грецкий орех. Очень много машин побило, много домов, стекол и так далее. То есть урон муниципалитету, городу, это было в Денизле очень сильно это все нанесло. Если мы сейчас смотрим по территории Турции, вот эти климатические, сейсмиактивные зоны, климатические какие-то моменты, меньше всего подобных катаклизмов происходит в Анталии, в Алании, вот в этой территории и в Стамбуле. Переходим к политической повестке дня на данный момент, что у нас сейчас актуально. Начнем с чего? В конце предыдущей недели, вот сегодня, среда, 10 мая, на эту дату актуальной информации, которую я рассказываю, появлялась статистика о том, что кандидаты партии идут в ноздря, в ноздрю, и на полпроцента или на один процент периодически меняются. То есть либо демократ выходит вперед, либо ведущая партия к партии сейчас. То есть реальная борьба. С этого момента, как появилась эта статистика, у нас на следующий день появились букмекерские ставки, статистика их, то есть люди сейчас ставят деньги, кто выиграет, возможность заработать на этом, да, попытать свою удачу. Так вот, по букмекерским сводкам, на что люди ставят, то есть на что они рассчитывают, то есть никакая не политическая статистика вообще, только статистика букмекеров. Так вот, люди поставили выигрыш на то, что победит демократия, там больше процента. В общем, люди задумались. После этого, в прошедшую субботу, на Ютубе открывается видео. Это, ну, естественно, провокация демократической партии. Выходит видео старого-старого друга президента, с которым они познакомились еще когда президент отдобывал свой срок в тюрьме. Но потом они стали там супер-друзьями, и этот человек стал политических, скажем так, политическую работу вел. Так вот, выходит видео, он рассказывает в видео на Ютубе о том, как в стране работает коррупция. И, естественно, сферы, которые задействованы, это стройка, подряды различные, госзаказы и так далее. Как пилятся деньги. И объявляется о том, что эти видео до выборов будут еще периодически выходить, и вы, в общем, много еще чего узнаете. Про достоверность этой информации, ну, там называются реальные схемы, даты, проекты, имена. Ну, как бы, в это можно поверить, назовем так, да? Ну, каждый оставляет за собой, верить в это или нет. Это очень быстро подхватывается. В Твиттере репосты. Все, завирусилось все. Только об этом все субботу и говорили. Констатирую следующие действия. Что за этим пошло? В воскресенье было выступление, митинги объединяющие, да? Они до сих пор проходят дальше до выборов. То есть кандидаты стараются сторонников там собрать, речь потолкать, как бы заверить, что все будет классно, замечательно, выбирайте меня. Так вот, было выступление мэра Стамбула. И на его выступление неизвестная опять провокация. Люди кидают в пол кирпичи огромные булыжники, обкидывают его автобус с его сторонниками, обкидывают его сцену, где он выступает. Есть раненые люди. И полиция стоит, ничего не делает, не вмешивается в происходящее. Ну, это, конечно, показатель, да, что у них был приказ этого не делать. В свою очередь он уже с трибуны не уходил. И его пытались там убрать, а он, нет, я типа, все, короче, у меня не победить. Толкает такую речь. В общем, вы смотрите на нас, на полицейских, ничего не предпринимаете, а мы, в свою очередь, смотрим на вас, что вы там не выполняете свои должностные инструкции, обязанности, да, не защищаете людей. Стычек, как таковых, между людьми в тот момент не происходило, но камнями обкидали очень многих сторонников, кто был на этом митинге. Это очень тоже взбудорожило общество в воскресенье. Вечером он возвращался в Стамбул, и люди пошли его сторонники в аэропорт его встречать. В аэропорт Сабиха в Азиатской стороне Стамбула. Опять же, там произошел мини-митинг сторонников. Ну, я не знаю, сколько человек, это не было статистики, не считали, но визуально там человек 500, около 1000 где-то собралось. Ну, немало, как бы, для такой территории, но не супер, там массово. Опять он толкал речи про демократию, и уже на следующие митинги люди приходили с розами, потому что появился лозунг «Вы за насилие, за убийство, а мы с розами, мы за любовь, и мы примирим всех, условно выберите нас». Они начали обыгрывать эту ситуацию тоже, да. И вот из последних панчей ответка такая была, что вчера, и сейчас даже это зачитаю, было нападение вооруженное, сторонники Кылыч-Дарулу совершили вооруженное нападение на предвыборный стенд партии Эрдогана. Была драка, даже были выстрелы, то есть это все сейчас к выборам настолько накаляется, переходит в конкретные физические столкновения, то есть мы видим прекрасно, что это провокации, и люди на них ведутся. Теперь немножко о том, почему люди на это ведутся, и такая обстановка. Потому что люди очень напряжены и очень радикализированы сейчас. Радикализированы тяжелыми условиями жизни, экономической ситуацией, не видят перспектив в будущем и не видят перспектив развития страны. То есть людям страшно. Я к тому, что половина как минимум населения не видит будущего и не понимает, как дальше жить, им сейчас и здесь очень плохо. Поэтому они очень настроены решительно на то, чтобы решить проблему здесь и сейчас. То есть это шанс для перемен, неважно, кто будет у власти, то есть какая-то нужна свежая кровь, чтобы поменять то, что сейчас происходит. Вот суть народа, что сейчас у нас здесь в социуме у людей происходит. Теперь касаемо нас, иностранцев, просто людей, которые здесь живут, граждан страны, на что я бы порекомендовала обратить внимание. О том, что по агентству Bloomberg вчера дало статистику очень интересную. И это не скрывается, как бы, да, мы об этом и знали раньше. То есть это были просто цифры даны точные, но мы об этом знали, что продается золото, внутренние валютные резервы страны для удержания курса лиры, чтобы она не обрушилась, и удержание курса доллара перед выборами. И залезание вот в этот наш бюджет, скажем так, отложенные денежки вот в эту копилку, оно очень сильное. Если ничего не компенсируется, это дыра как раз и будет падение лиры. И вот прогнозы экономистов независимых о угрозе роста курса доллара и падения лиры, что уже, то есть несколько дней назад мы говорили, я вам говорила, да, в этой новости, 25 лир может стоить доллар. Сейчас уже утверждается, что, скорее всего, будет 30 или еще больше. А там-то вообще, короче, пропасть. Надеюсь, что эти прогнозы не то, что они оправдаются, они не оправдаются, если не важно, кого выберут. Важно, что кто возьмет под контроль эту экономическую ситуацию, не позволит ей обрушиться, и каким-то образом бюджет этот и фонды будут восполняться. Надеюсь на это, да, что у нас не важно, кто будет, скажем так, у руля, как пройдут выборы, важно, как справиться с этой ситуацией. Потому что пострадавшими в этой ситуации будем мы все, кто живут в стране. Будут туристы, которые приезжают. Будем мы все, кто живет в стране. Все, кто здесь питается, существует, потому что цены опять скаканут, и это будет в разы сразу, ну практически там где-то в два раза или в 40% все абсолютно дороже. По платежкам. Бесплатный газ. Наконец-то у нас уже появились в интернете фотографии. Да, пустых платежек, нулевых, за природный газ в этом месяце. С чем я вас всех и поздравляю. Надеюсь, кто тратил много денег на газ, вам это как-то компенсировалось. То есть вы почувствовали разницу. Я на это очень надеюсь. Как бы мелочи приятны. Из политических еще немножко ходов, но социальных. За пять дней до выборов президент на официальной встрече с госслужащими, он встречался с учителями вообще, но на этой встрече было объявлено о том, что он повышает зарплату всем госслужащим на 45%. Теперь официальная минималка у госслужащего 15 тысяч лир. Это 780 долларов в рублях, чуть больше 50 тысяч рублей, не помню сколько там курсы. В общем, я не в курсе валют, да. Можете перевести. В общем, где-то 780 долларов сейчас зарплата. Но я хочу сказать, что на данный момент в Стамбуле средняя квартира съемная, трехкомнатная, где-то с мебелью, где-то нет. Средний район. Мы смотрим, не центр вообще. Дай бог, там где-то метро есть недалеко. В спальных районах в Стамбуле 500-700 долларов – это маленькая квартирка. Не в лучшем районе. Если мы берем центр, за 700-800 долларов в месяц вы можете снять однокомнатную квартиру в хорошем каком-то расположении. Ну, это не суперкрутой дом, из бассейна, там, может быть, по типу СИТ, но не суперкрутое, что-то навороченное. Чтобы вы понимали зарплаты и, например, стоимость недвижимости. Чтобы сильно там не обольщались уровню зарплаты. Думали, ой, какие-то высокие зарплаты. Ну, в обществе очень большая дискуссия поднялась. Я видела в мировых СМИ, это тоже обсуждалось, что… А насколько это честно? Пять дней до выборов ты имеешь этот ресурс им воспользоваться. В инфобоксе от Телеграм-канал подписывайте «Самые свежие новости Турции». Там проводился опрос, как вы относитесь к этой мере. Честная она или нет? Можете сходить посмотреть там ответы. И, как и большинство людей здесь в социуме у нас, в стране, вообще считают о том, что зарплату надо повышать. Вообще всем индексацию проводить, не только госслужащим. И, конечно, по-честному, это было делать до выборов вообще полгода, год назад, когда… В мировой статистике немножко Турция на пятом месте по инфляции в мире. Сейчас я хочу вам прочитать, перечислить страны, которые перед нами стоят. Это Венесуэла, Аргентина, Зимбабве, Турция за нами. Там идет Пакистан, Польша и так далее. Там Германия не так далеко. Ну и напоследок немножко информации для иностранцев, туристов. Не секрет ни для кого, что из Анталийского побережья в Стамбуле у нас очень развито путешествие круизные лайнеры. Анекс Тур запустит осенью, в октябре и в ноябре где-то месяце, точных дат сейчас нет, запустит новый тур. Можно будет уплыть из Анталии в Александрию и потом в Хайфу и вернуться в Анталию. Это недельный тур, где-то 5 ночей выходит. 5-6 недельный тур. Ну, в общем, с ходом лодки в среднем круиза у нас выходит по 3-2 дня. В каждой столице мы останавливаемся. Визы не понадобятся для граждан СНГ либо России на этот срок. В общем, вы увидите такой тур, можете поинтересоваться, довольно-таки интересно. Из Стамбула, в принципе, очень много таких туров у нас в разные страны, так как в Грецию, в Европу, в Италию можно уйти. У нас очень много останавливается круизных аэролайнеров мировых, из Америки в том числе. В общем, вся эта система здесь, кстати, набирает больше обороты, становится более популярна здесь у граждан как туризм. Турки начинают больше пользоваться круизами, потому что это интересней. Ты больше посещаешь мест хороших, классный отдых на круизе, как отель, все включено, хороший уровень сервиса. Но больше стран видишь, и при этом внутри страны отдыхать дороговато, а тут ты больше посмотрел, хорошие условия. То есть, как бы по цене-то в среднем одинаково выходит, или даже чуть дешевле, чем просто самому съездить отдохнуть внутри в своей стране. Вот такие новости Турции на данный момент. В инфобоксе я оставляю ссылку на телеграм-канал. Подписывайтесь, там самые свежие, актуальные новости Турции. Если вам нужна психологическая консультация, также в инфобоксе оставляю свою почту, пишите с темой письма, консультация, я вам отвечу. Спасибо за внимание, жду ваши комментарии, скоро увидимся, всем пока.